Приветствую вас, дамы и господа. Добро пожаловать на культовый канал с минимальными просмотрами, редко выходящими сериями и, конечно же, нестабильным ведущим. Самое время взглянуть, что вас будет ждать в этом выпуске. Сперва мы побываем в Кампале, как следует проведем там время, даже потусуемся с угандийским принцем и сойдемся в рэп-баттле. Совершим марш-бросок на запад страны и даже умудримся попасть в аварию. Ну, с кем не бывает. После чего заедем к фермерам, посмотрим, как они живут и узнаем, чем они на жизнь зарабатывают. Также покатаемся на лодке в озере Виктория и высадимся на дрейфующем острове, у которого отдельная своя экосистема. Ну и многое-многое другое, не буду же я вам сейчас кратко всю серию пересказывать. Так что давайте, смотрим. Эта серия будет как дик-дик путешественник. Она будет раскрываться плавно, но, как мне кажется, интересно. Если вы вдруг зашли на мой канал первый раз и вам нужно срочно собрать информацию касательно Уганда, поскольку вы-то улетаете, допустим, послезавтра, то я вам рекомендую посмотреть мой первый выпуск про Уганду и, конечно же, текущий. И желательно это сделать одновременно, прямо в параллели. Ну а что касательно текущего момента, то я приехал со своим другом Чарли. Вот он. И мы ехали с Кении на машине в Уганду. И да будет продолжение. Вот этот паренек, который сейчас делают пальмы обрезания, он из Южной Африки. Зовут его Бретти. Сам он из Кейптауна. Его корни уходят очень глубоко в историю, когда его прапрапрадеды высадились на этот прекрасный южноафриканский континент. У Чарли он ответственный по хозяйству. Всю жизнь он прожил в Южной Африке. Воспитан в англобургской семье. Мать его англичанка. А папа его такой махровый бур, который воевал в ангольской войне на стороне, конечно же, Юара. Бретти же не столь воинствующий. Он выбрал сторону пацифизма и немножко перегибает. Проблема в том, что уж слишком он много заваривает зеленого чая. А вот тут в отдельном домике живет Бретти. Обстановка такая, напоминающая юного мальчика-героинщика. Все очень антуражно, стильно. Обстановка в стиле Курта Кобейна. Ну вы не подумайте, он не бахается. Просто в комнате, как мне кажется, требуется уборка. Прошла ночь. Вот подруга, так что спишь не один. Рваный москитник. Раз. Два. Но и всегда надо не пренебрегать и не поступать самонадеянно. Всегда берите с собой противокоморильные средства и обрабатывайте им ваши части тела. Если вы не смотрели мою южноафриканскую серию, я умею, кстати, очень рекомендую посмотреть, то послушайте, как звучит язык белых африканцев. Называется он Африканс. Двойной А. Это смесь голландского с чем-то. Это Бретти разговаривает с своей мамой. Вот видите, там ножиком светит. Звучит уж очень по-европейски. Утро. Первый день в Уганзе. Мы снова на базе. Могу сказать одно. То, что, как говорят, боги у меня сильные и меня берегут. Либо это же японское качество. Поскольку вот этот пептель, коляска вот эта, я по-другому назвать ее не могу, она тарактела всю дорогу. Я был уверен, что мы встанем посередине нашего маршрута. Если вы смотрели мою предыдущую кенийскую серию, то вы, наверное, помните, что у нас машина еле ехала. И на протяжении всего пути она гудела и издавала всевозможные звуки. Самое время было ее починить. Но мы этого не сделали. Поскольку в основном мы были заняты светскими беседами и познавали мироздание. Беседы были чересчур томительные, поэтому требовался отдых. С Кенни и Чарли приехал побитым. Ну как, будучи в нетрезвом состоянии, спускался он по лестнице и раздал такого восьмиконечного калаврата. Мы думали, что это будет стопроцентный перелом. Но отделался мощным ушибом. Поэтому первые три дня он передвигался вот таким способом. Через какое-то время мы решили поехать в центр. Чарли на деревне находилась где-то примерно в 40 километрах из столицы. Решили заскочить на заправку. И вот, что касательно цен на топливо. Сейчас будет средняя цена за январь 2022 года. Бензин составляет 1 доллар 30 центов. Дизель 1 доллар 20 центов. И вот примерно за 10 километров до столицы что-то пошло не так. Дизель 1 доллар 20 центов. Люблю такой подход, когда, знаете, дай я попробую, может быть машина мой зад признает. Это благо мы ехали в горку, и машина на нейтралке скатилась, и мы хоть пробку не сделали. Но все же, мы где-то в деревне, под столицей, и что делать? Ну, короче, все, тачка встала, не работает. Я уверен, что она и не заработает без существенных каких-то вмешательств. И тут вмешалась магия, ну вот я вам клянусь, за 10 минут нам поступило два предложения от механиков. И прям такое чувство, как будто они знали, что мы сейчас будем ехать и сыпаться. А они тут как тут. Механик нам попался абсолютно необщительный, такое чувство, он как будто бы не хотел с нами общаться без присутствия своего адвоката. Но при этом он усердно делал свое дело и даже пошел за какими-то подручными инструментами. Если, конечно же, банку колы можно назвать инструментом. Пес, ну вот скажи ты хоть что-то. Хотя бы не волнуйтесь, сейчас разберемся. Пока что теория такая, что нашу машину заправили дизелем вместо бензина. Тогда это, по опыту скажу, что это такой п***ц. Мне так было. Тут мы в очередной раз сошлись во мнениях. Без адвоката я вам не скажу ни слова. А диагноз тем временем поменялся. Один из проводов, который отвалился вон там, я там ни черта не разбираюсь. Чарли говорит, давай просто скотчем примотаем, потому что у нас дела есть, надо их решать срочно. Так, чтобы машина хотя бы ехала день. Такой таргет, посмотрим, как с ним справится механик. Садимся в нашу коляску и несемся дальше. На скотч мы решили не полагаться, разве что только вечером его выпить. И отправились мы в этот раз прямиком в сервис. Сейчас находимся в сервисе, машина наша чинится, поэтому ждем. Сказали, подождите, пожалуйста, 30 минут. 30 минутами там даже близко не пахло, то не было мастера, то запчастей. В общем, на это убили целый день. А вечер наш закончился просмотром вывода американских войск из Афганистана. Афанасий, а ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил? Живу как в пещере. Это была цитата из кинофильма Афоня, если кто помнит. Знакомьтесь, это Эрн. Это очень жизнерадостный фермер, натуралист и ковок. Он часами может рассказывать про природный мир. Сам он канадец австро-британского происхождения, который проживает более 15 лет в Уганзии. В Уганзии он любит практически все. Природу и, конечно же, марингу. Если вы впервые слышите про марингу, то скажу кратко. Это очень полезное дерево. Лечит практически все, если его, конечно же, правильно применять. У Айрона очень много своих плантаций маринги, и он бесконечно возносит ей свои оды. Вентри-лайф маринга, бэйби. Все, что ты можешь сделать, это в тебя. Скатеринге, любовь, олова, моя маринга. По прибытию гостя все, как обычно, переключились на chill mode. Бретти заплетала, Айрон решил придушить котика. И я неспроста показываю эти кадры, поскольку этот мерзавец внес небольшие искажения в мой видеоряд. Вот, смотрите, раз, два, три, и вот уже сопля. Я в тот момент это не заметил, так что пойдем немножко погуляем и посмотрим на лес через призму кошачьей сопли. Сейчас мы идем вглубь долины, Айрон проведет нам короткую экскурсию, расскажет нам о местных растениях и о природе, и это, кстати, на секундочку полезно и образовательно, и займет это недолго времени. И эта экскурсия будет существенно отличаться от той первой экскурсии с Чарли в моем первом угандийском выпуске. Восточной Африке белого чейка называют музунгу. Это огромное, это как голоденая, помнишь? Это как голоденая. Это пример того, что происходит, когда в лесу выстрелили. Мы начинаем с открытым трейсом. Это вот здесь, это блэк-жак. Они относятся к всеми одними, смотри. Ох, черт! Ты видишь в лесу? Возьми. 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 Стойный! Возьми. У меня ноги, чтобы обезентам действия Anti-Cancer medicine. Тогда загуглим и давайте. Чтоб не болели. Хур... Как же это омерьзительно! Знал бы я, что я утираю! Поехали, посмотрите этот. Это самый крупный фрукт в мире. Корректе мне, если я ошибаюсь, в комментариях. Не этот фрукт, но этот фрукт. Так, если вы смотрите... Фрукт, извините. Блак-Jack, фрукт, мы будем через все «Jack» сегодня. Я не знаю, кто-то назвал «Jack» был в этом фрукт. Это фрукт, это один из самых вкусных фрутов, вы любите, как маршмелло. Если вы посмотрите очень внимательно, есть десятки, и это уничтожает людей. У вас есть один прямо на голове, если это уничтожает на тебя, это может выжить на голову. Да, это уничтожает колокольчик, это уничтожает людей. Некоторые они могут быть как большим фруктом, как 60 кг. И они полные маленькие фрукты, которые вкусно как маршмелло. Да, это уничтожает в него. Да, они используются для комбации их. Посмотрим это. Видим? А это растение называется «мимоза стыдливая» или попросту «недотрошка». Извините, ребята. Я устанавливаю просто так. Я просто делаю так. Я просто делаю так. Я просто делаю так. Да? Ну что сказали? Да ты не бойся, заходи в джунгли, в эти кроксы. Охренеть. Ну, с другой стороны, где еще так? С кем еще так, когда сюда заглянешь? Мясенькая. Это был черный. Мясенькая. Этот армия губититит. Этот армия губититит. Это был очень, 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 очень старый. И они рискуят жиловые. Они съедят тюрьмы. Итак, все мясо... Извините, поскидки вокруг. Да, все хорошо. Мы вместе. Извините, я не могу. Это уже один день. Ты убил его. Все, надо отсюда валить, потому что маляриные комары не спят. Они любят сосать кровь. У всех малярия. У всех малярия. Сколько? 17 раз. Малярия 17 раз. Готовы ли вы жить в Африке? Следующий день наконец-таки оказался продуктивным. Решили мы поехать по делам. Ну, что-то там делали. Все довольно шло размеренно. Остались мы всем довольны. И решили мы заскочить к друзьям в столицу. Единственное, что выматывало, это агрессивная автосуета. Ну и что тут сказать. Не заставила она нас долго ждать. Теперь в нас врезались. Картинг в Кампале. Выглядит примерно так. Все машины отрихтованные, покоцанные, помятые. И вот такой пример. Каша. Вот этот хаос. Ебучий. Вот пробка. Чарли красавчик. Картинг в Кампале. Картинг в Кампале. Картинг в Кампале. Картинг в Кампале. Шли какие-то неадекватно затяжные разговоры. Мол, куда поедем? Давай ты за мной. Или давай ты за мной. Давай сюда либо туда. И тут Чарли не выдержал Просто молчаливо содрал бампер Загрузил в машину И сказал Едь за мной У сервиса нас ждала группа поддержки Немного покачали Договорились 50 на 50 Да и благо бар был неподалеку от сервиса Пару пива было как раз самое то Но если бы это конечно было только пару Просто не смог не заснять это дизайнерское решение Маркс Эммельс Бро, я здесь Ну как вы поняли Это уже очередной только пьяный разбор полетов Что было С вкраплением легкой бравады и расстройством День сменила ночь И в этот раз мы решили остаться в Кампале Отправились мы в сторону приотельного ресторана Ну и как вы помните На дневном пиве Дело конечно же не сошлось Чарли начал синегалить Я так и не понял что он под этим имел ввиду Но не важно Атмосфера была очень разряженная Дэвид разговаривал на Ганском со своей женой Он кстати из Ганны А Чарли решил показать фокус И если вы думаете что Чарли курит вейп То это не совсем так Знающие поймут Вау Она из Бургер-Бурга и шушер-смок Кода 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 Она Кода Кода Уже Уже Кода Кода Уже Уже Он Еще освещение очень правильно подобрано, и выглядит, как будто бы Чарли вообще сменил цвет кожи, стал рептилоидом. Курение вредит вашему здоровью. Остановились мы в отеле Спикс, он был назван в честь английского исследователя, привлекал он своей ценой и конечно же своим местом расположения. Но за низкой ценой скрывался нюанс. Дело в том, что прям в упор к отелю было достроено общежитие, и там проживали индийцы, но и на протяжении практически всей ночи шум стоял как на ночном рынке. А вот тут очень хорошо сохранился британский колониальный стиль. Вот видите, вот эти все здания, они еще британской постройки. Вот тут не знаю, какая-нибудь церковь, вознесение, чему-то. И наступили хмурые будни. У Ганги есть блюда, который называется Rolex, и это обозначает rolled eggs. Но ввиду диалекта и плюс еще местные языки, слово rolled eggs превратилось в Rolex. Закинулись мы Rolex, а тем временем за нами заехал дружище и повез нас уже в нормальный отеле. Вот сейчас мы едем по центру Кампала, и вот примерно она вот вся вот так выглядит. Это санавилия на стритафоре. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Кто такой, что за рэпер? Это Эдвард Атлас Эгумера Музыка это его страсть и увлечение В основном он предприниматель А еще он по совместительству Принц региона Анколы Который находится на западе Уганды По местным меркам он человек довольно узнаваемый Как вы видите клипы снимает И концерты раздает Я мужчина, фразами раскидываю криво Словно ветер не бросаю Работает красиво моя сила Словно города перебернуло Если не оставляю Как в последний день помпе Элегант клей, кабрио, пиджак, дочи, габбана Было бы круто, если бы это было мое А так прокатился на чужом успехе А теперь про Атласа Это его творческий псевдоним Почему Атлас? Потому что любит много путешествовать Встретил нас с максимально распростертыми объятиями И опа А это что такое? А тут у нас Иван Драгон Как вы понимаете, тут никакой политики Прошу вас ни в коем случае в комментариях Не писать об этом Потому что Эдди не за красных и не за белых И куртка была одета лишь только по случаю моего прибытия Сам он за текущего президента Мусовени И сейчас объясню по какой причине После правления Идиамина Про него вы можете посмотреть мой предыдущий угандийский выпуск Правил Милтон Абота Вот ей богу Вот один краше другого Знаете как? На нашего Буншу похож В общем возвращаемся Его считали ставленниками Идиамина Недовольство этим президентом возрастало И гнев пошел в народные массы Таким образом появилась организация НРА Если дословно, это Национальная армия сопротивления Руководил ей Йовери Мусовени Это нынешний президент Уганды И Фред Рубереза Это отец Эдди А вот эта фотография была сделана В период их партизанской деятельности Вот текущий президент Уганды А вот отец Эдварда В 1981 году В один печальный день Когда в лагере находилась вся ставка Предатель забросил гранату И это было в тот момент Когда все руководство было на месте И тут я передам слово Эдварду После кровопролитной войны По приглашению президента-соратника его отца Эдвард вернулся на свою историческую родину И о нем как следует позаботились Теперь он предприниматель и музыкант Ну и дружит он с такими звездами Как Эйкен, Риана, Фрэнч Монтана Лил Дэнг Ну а для меня это все, честно говоря И так далее Последний день он подарил нам майке Футбольной сборной Уганды И ящик угандийского ликера Ликер, кстати, очень классный Вот майка Стою перед вами на коленях Поскольку уважаю И вот мне к вам один вопрос Есть фамилия Но не хватает номера Вот за каким номером Мне стоило бы выступать За сборную Уганды Отель оказался куда лучше Публика поинтереснее Поразлагались так мы несколько дней Вот вы спросите А чем занимались? Ну все тем же Выпивка до болтовня Ну и плюс еще интересные постояльцы Попадались Вот один из примеров Он, Миша, говорит по-русски Привет, из Уганды Ну очень приятно Приезжайте в Уган Слушай, ну вообще Я сам что делаешь? То есть ты здесь учишься? Работаешь? Или как это? Я учусь Инженер А в России часто бываешь? Ни разу Ни разу, да? Ну у тебя очень хороший язык Тебе надо просто срочно Приехать Да, да Ну если приглашаешь Я приеду Вот такие дела Супер Ну и наконец-то На этом наше столичное приключение Заканчивается И мы движемся Строго на запад На запад страны Ориентир Город Форт Портал Но нам не в него Нам там неподалеку От столицы до Форта Портал Ехать примерно 360 километров По местным меркам Это займет вам Примерно 7 часов Все из-за дорог Дороги в целом нормальные Но просто они довольно узкие Одна полоса в одну сторону Поэтому каждый раз Приходится обгонять И делать какой-то маневр Что мне еще понравилось В этой поездке Это то, что по пути Очень плавно И красиво будет меняться пейзаж Вообще Запад Уганды славится тем Что он является Как меккой Для сельского хозяйства Там прекрасная почва И очень хороший климат Днем не так припекает А вечером Немного даже прохладно Чаще всего Дороги без выбои Но автолюбители Почему-то любят Нестись как на пожар И вот иногда Чем это все заканчивается Мне кажется Сейчас они этот груз Потом по-тихому Быстро раздербанят И все будут Очень счастливы Это прям как Найти бонус на дороге Или вот еще один пример Такое чувство Как будто был гололед На дороге За бортом уже все ясно Что происходит А вот какая атмосфера Внутри машины Я бы сказал Нестандартная Кто знает Шапка какой народности Надета на Ароне Пишите ваши варианты В комментариях А тем временем Опять проблема Сейчас заканчивается Топливо в машине Стопливо мы порешали Дважды перепроверили Что это бензин Но и мчимся дальше Вот вы только посмотрите Что за знаки Аккуратно Бабуины А теперь блокпост И сразу же За знаком Бабуины Вот такое ощущение Будто бы их места обитания С властями согласованы Вот если кого-то собьешь Из этих животных То придется их семье Еще алименты платить Уганда Виды-виды-виды Сейчас покажу вам гору А за горой Будет уже находиться Демократическая Республика Конго Ну вот собственно За этой горой Начинается демократия Демократическая Республика Конго Арон наполовину Просто Австрица Наполовину Британии Поэтому в нем Есть такие Немецкие Австрийские корни Из-за Машки Арнольда Шварценеггера В городе Под названием Форт Портал Смысл заезжать В город Никакого Всегда лучше Оставаться на окраине Ну как для меня Форт Портал Оказался полным Разочарованием Это такой Знаете как Город лимитчиков И отчаянных людей Ну и теперь Мы отправляемся К нашему Первому месту ночлега К нашей базе Так сказать Бушвакеров Я надеюсь вы знаете Кто это такие А тем временем Атмосфера в машине Была очень веселая И ребята что-то орали Несвязанное В связи С своими Праздничными Впечатлениями И вот как будто Они нас ждали И вот сразу Парни сориентировались Что делать Что классно Что все Фотогеничные Все сразу Садятся Все позируют Пытаются Ну Выкладываются Просто по максимуму Это круто Пофоткались с нами Стрясли с музунгу денег И обе стороны Остались довольны А мы уже Практически у дома Наконец-то мы на месте Вас приветствует Турбаза Бережок Добро пожаловать Ну что Напиток Сегодняшнего Вечера Это Антисептик С колой Сказали Бьет по рогам Еще как Ну а вот это Попросту Запилон Такое веселье А отсюда Сразу Душ Оп Дружище Welcome И душ Огромный Вот так Свет включил Комаров Привлекаю Но ничего Страшного Я сегодня Под москитником Такое утро Просыпаюсь Вчера В Неродезии 11 лет назад Российская партия Белых поселенцев Родезийский фронт В одностороннем порядке Провозгласив Независимость от Англии Попыталась Узаконить Фактическую диктатуру 270 тысяч Белых колонистов Над 6 миллионами Африканцев Осмотрелись Ну а теперь Марш в гору на завтрак Кофе 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 Где распевается Вот В таких Прекрасных Местах Растворимый Кофе Нескафе Пейте Его морщисть Ну не Пейзажно ли А вот сейчас На фоне этого пейзажа Поговорим легко На одну серьезную тему Если вы заметили Сталкивались Или слышали То африканцы Не часто любят Признавать свои ошибки А иногда даже Чересчур жестко Реагируют на чужие Замечания Почему А вся проблема В строгом воспитании Иногда даже Жестком воспитании Вот сейчас Я возьму слово А потом Дэвид продолжит Ну вот таким образом Получается Не только Вас дома Наказывает Мама с папой А еще Это происходит И в школе То есть Сделал что-то не то Учитель сразу Отлупил И подсознательно У Чада Вырабатывается Такой момент То что Если он признает За собой Свою вину Значит он будет Телесно наказан И первым делом Что делает Чаще всего Африканец Он не признает Свои ошибки И вот Сейчас вы видите Пример Дэвида Вот он тоже Скажет Что он Свои ошибки Признает Ему Он Заигрался Формулировать Ну в общем Вы поняли Дэвид Он свой Классный Хороший Портрет Что ты Примерно Но они Бит тебя Можем Ты Бот То Что ты Те 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 Я никогда не убил меня. Моя мать. Я всегда получал отмечения от моей мамы. А как? Это уникальная возможность. Потому что, обычно, когда ты видишь эти, они выше, 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 выше. Но, из-за границы, как этот дерево растет, вы можете видеть эти планы растут от этого дерева. Посмотрите эти планы. Красиво. Очень. Здесь, наверное, должен быть мой комментарий, но я думаю, что вам и так все понятно. Пробуем мы дары многострадальной улганской почвы. Скажу, что это был полный свежак. Устали, рано проснулись. Проснулись мы в 4.30. А теперь самое время поехать и взглянуть в те томные фермерские глаза, которые продали нам все эти явства. Конечно же, будет торг, и постараемся мы их убедить в этот раз продать нам еще дешевле. Капитализм, мать его! А вот транспорт одного из рабочих. Вот сейчас сам говорю, а с другой стороны, как-то мне грустно. Поскольку детский труд в африканских странах часто используется. Ну, а чтоб не заливаться пессимизмом, скажу, наверное, что в деревнях всегда трудились от мала до велика. Поэтому давайте представим, что этот парень попросту распиздяй. Я думаю, так нам всем легче будет. А вот так выглядит ваниль, когда он сушится. Даже в джунглях слышна китайская речь. Достал! Вот такая зеленая каша из джунглей. Вот так растет ваниль. Полезная информация. Правительством Уганды была разработана программа по поднятию сельского хозяйства. И называется она Operation Wealth Creation. Президентом Мусовени было постановлено, чтобы часть его доверенных военнослужащих взяли под контроль сельское хозяйство. Таким образом, большую часть сельского хозяйства контролируют военные. И вот этот милый мужчина-фермер, он находится в звании майора и бдит за порядком. Так что вот такие дела. Но это так вам больше для информации. Вот отсюда начинается шоколад. На Нетфликсе есть документальный сериал, который называется Rotten. Ну, на английском дословно это будет протуши. Я не знаю, как по-русски, но думаю, скорее всего, примерно так же. И там очень интересно рассказывается про то, как корпорации и крупные посредники выкупают зерна какао у фермеров практически за бесценок. Если что, то из зерен какао делается шоколад. В общем, зарабатывают там все, в меньшей степени получает фермер. Да, практически он там вообще ничего не получает. Рекомендую, очень интересно. Вот такой маленький я уже с мамой на работе. Но, к сожалению, скорее всего, как подрастет, займет он свое место у тазика и будет чистить какао. Но, с другой стороны, все это не точно. Может быть и рэпером будет. Сама ферма находилась недалеко от этих живописных мест, после чего мы заехали еще в пару хозяйств, но кадры не показываю, поскольку они однотипные. Ну а уже после рабочей программы мы решили наконец-то отправиться в отель. И скажу вам, что самая длинная дорога начинается с фразы «Ребята, я знаю путь покороче». Ну вы поняли, плутали мы очень долго. То так лучше не делается. То дождь, то снег, то мошкара над нами. Все как пел Высоцкий про Уганду. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые и хмурые вернулись по домам. Вот и номер. Палатка. Ох, а теперь вы станете свидетелями моей маленькой безнадежной драмы. Приготовьтесь. Бритва. Это мой бритв. Бритва. 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 Вот вы сейчас были свидетелями этой трагедии. Бритва. Вот так вот. А Деколун Кармен был даже не выпит. Самое обидное, что вот сам флакон был полный. Я его недавно купил. В общем, теперь буду вонять. Ну ладно, надо мыться чаще. Взяли с собой венца и пойдем его дегустировать. Это будет южно-африканский Ширас. А вон там вечеринка наша. Познакомились здесь с дядечкой. Он такой большой, здоровый, толстый немец. Шнапси африканский. Where do I sit? Живет уже 45 лет в Африке. Ну и ему это место принадлежит. И говорит такой, а не хотите ли вы попробовать африкан шнапс? Банана шнапс. Он говорит, да, давай неси, почему нет. Вот это африканский шнапс, 70 градусов. Пить его надо аккуратно, медленно и с удовольствием. На здоровье, за здоровье. Бам. Ёб мать. Это согревает, я бы сказал. Пока накидывались у костра, Арон нашел себе побратимых и, как следует, присел им на уши на тему экологии и вырубки лесов. Звучал он очень вдохновительно. Группа туристов слушала его с приоткрытым ртом и смотрела на него с прочувственным взглядом. Man, your speech sounds like multi-level marketing. Все, шутник был уже пьян, так что пора идти спать. Вы слышите? Это мой закадровый бухой голос. Через пару дней мы вернулись обратно в столицу и в этот день у Чарли были какие-то супер дела. Ждали мы его больше четырех часов. Мы вообще думали, что с его легкой быковатостью его, наверное, вообще где-то там приняли. и поэтому пошли какие-то в голове зарисовки. D.E.A. D.E.A. Девчонок бреет аж до средних классов, ну, чтобы мальчики к ним меньше приставали. Поэтому, наверное, они пристают к прохожим. D.E.A. D.E.A. И через какое-то время прибежал раздраженный Чарли. Опять проблемы или, может, снова. Девчонок бреет аж до сих пор. Девчонок б always tinham Ms. Девчонок бреет он живно, а sitesagh? Девчонка бреет он не увеличивал его к мирам. отъехать в том числе и я поддон подлатали а теперь из грязи душ а потом уже в князи и в заключительные дни моей поездки мы решили остановиться у озера виктория недалеко от города нтб отель был зачетный но не будем же мы сидеть и глазеть на это озеро поэтому к нам приехал наш дружище оливье и повез прям к озеру виктория очередная угандийская деревня а кто у нас тут банджурский тупор лимитно он и отрады кондир дозан виллаж он уганда а ведь минуту за мир на весе бомбе акселент сам старина родом из руанды поэтому родной для него язык французский так как руанда это бывшая французская колония дружище занимается транспортными перевозками гуманитарного груза в труднодоступной регионы африки либо в зоны боевых действий поэтому у них что не грузовик то просто монстр посмотрите на это видео которое вам сейчас показываю в общем интересный парень перед нами открывается самое крупное озеро африки озеро виктория будете на месте подойдете к берегу и посмотрите вдаль края озера вы не увидите это прям действительно напоминает море еще приятно плещется волны создается такое ощущение будто бы я на каком-то курорте но не будем же мы просто смотреть на озеро поэтому самое время по нему прокатиться и заплыть на дрифующий остров вот о нем чуть попозже тут мы решили заехать в канал это довольно просто тихое красивое место и вся почва вокруг она довольно болотистая вот не знаю на кого похож эйрон мне он напоминает барыгу из сериала наркос амада карелия фуэнтес вот никак он мне не связывается с натуралистом-ботаником кем на самом деле является просто Субтитры делал DimaTorzok После встречи министров на яхте было принято безапелляционное решение отправиться в сторону дрейфующего острова Сам остров это переплетение корневых систем и его площадь составляет вот столько-то квадратных метров Ты идешь и чувствуешь там вода Касава 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 Видишь? Ты их закрепляешь, да? Да И сверху для чипов? Не забывай Не забывай Не забывай Ты хочешь это? Эй, Раста Найл специально Да, я очень уверен Касава 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 Я уже слышу из этих будущих, из этих мазанок, таких убогих, уже доносится женский смех Смех Привет, как дела? Как дела? Как дела? Мы просто расслабляем Это очень холодно Да Да Будешь прийти с нами и показать нам область? Да Пойдем Хорошо Ну и вот уже и спутницы Пусть хотя бы нам про Остов расскажет Одни сосисочные интервью у меня Но поскольку я человек женатый и соблазн мне не нужен Ну, экскурсия была максимально вялая Больше расспрашивали меня какими-то дежурными вопросами, чем сами рассказывали что-то про себя и про остров Ну вот, вот такие милые девчонки А мы продолжим С горем пополам показали Ебать Вот это да, тут целая компания сейчас появилась Мне даже придется как-то долго здороваться Так что вы хотите получить русские девчонки? Да Я не знаю Видите, милый дик был большой просто потому что я с вами с вами Да Вы знаете, что я говорю? Это Африка Потому что... Кинг-Конг-дон Да 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 И этот парень сонглассами сонглассами Да 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 Ахахахахаха Ахахахахаха Ахахахаха Ахахахаха Что я делаю? Вы слышали? Я больше слышу, конечно... Но все равно слышно А вот так со спутника выглядит дрейфующий остров Отправились мы отсюда и поплыли на противоположный берег Но что-то не видно, что это остров Но на самом деле так оно и есть Просто остров вплотную окружен болотистой местностью И все это сливается в одну единую зеленую кашу Тут помните как? Суслика видишь? Нет, и я не вижу Но он есть, так что придется вам не поверить на слово Шип-врэк Робинзон Крузе Ахахаха У меня есть несколько пакетов И немного петро И мы возьмем ракет И уходим на этот планет И очень быстро Ахахаха 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 Ахаха 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 А ну-ка, где эти боги Посмотрим Что-то невид на Сказал правильно из первого раза. Мне Чарлик напоминает японского колониста, вот вам так не кажется, нет, не похож ли он? Только ему не переводите. А напоследок я вам скажу, что произошла очень приятная и теплая встреча. Вот вы себе можете представить в Уганде на дрейфующем острове встретить друга Аарона? Но друг не простой, друг интересный. Сейчас все поймете. Полуземляк. У меня папа по украинской части идет, мама по русской части, поэтому всегда приятно встретить. Двигаемся теперь мы на большую землю в стиле тарантиновского фильма Death Proof. Помните, там телка на капоте ехала? Вот если вы не дай бог сравните Брэдси с телкой, то он вам незамедлительно скажет. И нахреть. После длительного расставания Чарлина машина, как обычно, она высказала свои капризы, в очередной раз у нее отвалился поддон. Вот те, кто немного понимает и говорит по-английски, вот вы только вслушайтесь, как старина африканизировался. Говорит он по-английски хорошо, но с таким африканским акцентом, что если закрыть глаза, то можно спутать, кто из них африканец. Вот такие дела, ребята. А теперь строговый аэропорт. Слышь, братан, не знаешь, как до города добраться? На такси. Слушай, земляк, а не знаешь, где здесь еще русские живут? Мы сказали мне не земляк. Че, вынтересно, что ли? Ну что ж, вот и подошел ты к концу, мой паспорт получил его в 15-м году, срок годности 10 лет, сейчас 21-й год и он меня уже полностью израсходован. Самое для меня, конечно, ценное, это вот это. Очень интересная релиза. Я вам так скажу, у меня 5 релиз, а все остальные, это просто страницы, которые забиты штампами. В общем, все. На Уганде мой загранник закончился. Я что-то съеду, вино попиваю, так вспотел, просто безумно. Посмотрите вот на этот ужас. Ужас, ужас, просто я реально съеду. Вот на ней весь какой-то хряк. Живу на дне. Ну что, как вам выпуск? Если он вам понравился, то нажимайте на Женю Лукашина, он вам будет признателен. Пишите свои мнения в комментариях, мне будет очень приятно прочесть и пообщаться с вами. И вы видите, что мои серии выходят крайне нестабильно, а если вам вдруг интересно вообще, где я пропадаю, то вы всегда меня можете найти в инстаграме. Там я бываю чуть чаще. Рад снова побывать с вами. Ну и, как говорится, ЗОЖ всех на нож. Так что я пошел тренироваться. До новых встреч.